Шестилетняя Дарья с гордостью рассказывает о своих успехах в подготовке к школе. В сентябре ей будет уже ровно семь, и она сядет за парту Видновского художественно-технического лицея. Выбор на учебное заведение вполне случайно. Во-первых, рядом с домом. Во-вторых, наша маленькая героиня – человек творческий. Плютую резиночек, рисую, делаю оригами. Открытие электронной записи ждали, говорит папа Даши Дмитрий. Ждали и волновались, все ли пройдет гладко. Но переживания были напрасными. Дождались моменты, когда началась запись. Записались, через 20 минут я понял, что все. Все документы заполнены, пришло письмо, то, что заявление принято. Если речь идет о школе по месту жительства, для беспокойств нет повода. Принять обязаны. Главное – предоставить документы, коих, впрочем, совсем немного. Здесь же буквально копия свидетельства о рождении, заверенная, и копия документа о регистрации ребенка по месту жительства. Переход на новую систему, считает Дмитрий, оправдан временем. Давно пора забыть про очереди и бумажки и сделать естественным оформление любого рода документации в три клика, не выходя из дома. Мам, ты записал? Уже записываю сейчас. Отправляю. Теперь Дарья спокойно может готовиться к школе и быть твердо уверена, там ее уже будет ждать собственная парта. Татьяна Брылова, Алексей Лин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. В студии Дмитрий Волков, начальник управления образования администрации Ленинского района. Будем говорить о нюансах записи детей в первый класс. Дмитрий Владимирович, в этом году впервые ведется электронная запись в первый класс. Есть ли какие-то проблемы, успели ли уже столкнуться, или все идет гладко? И какова процедура? Да, действительно, в этом году впервые у нас электронная запись через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, услуги mosrek.ru. Хочу отметить, что всего лишь 8 муниципальных образований из 68 Московской области стали пилотными площадками, в их числе и Ленинский район. Если брать их в целом 8 в купе, то, может быть, Красногорский один из таких больших в части системы школьного образования, имею в виду контингент. Конечно же, и Ленинский район. Это обусловлено, конечно же, и тем, что мы до этого вели сильную работу по системе школьный портал в части заполнения. Школы отдельно у нас работают. Это сейчас показывает, в том числе, те каникулы, которые мы объявили, домашние задания. Очень все удобно. Да, на самом деле, были определенные переживания за то, что будут сбои с первого февраля. Я могу сам сказать лично, что у меня были опасения с точки зрения, выдержать сервер или нет. Но, слава богу, все обошлось. Нет никаких проблем технически. Есть кое-какие моменты, но они все решаемые, все мы на связи. И в целом, я думаю, что это довольно-таки такой замечательный результат. Буквально сегодня на утро, могу сказать, и очень удобно подано 663 заявления. Какова наполняемость школы? Из них уже, могу сказать, 314, значит, те, кто уже зачислены на сцену по системе. И в этом году мы планируем набрать до 1300 первоклассников. Это не менее 51 классов. Первоклассники попадают по месту проживания в школу. Но всегда находятся родители, которые хотят отправить ребенка в какую-то другую школу. Есть ли такая возможность при электронной системе? Да, у нас действительно есть возможность в несколько этапов. Первое, у нас гимназия не закреплена за определенным микрорайоном. И в целом это придает ей особый статус. И, конечно же, мы рассчитываем на то качество. То есть, у каждого желающего была возможность подать заявление в электронном виде в это образовательное учреждение. В том числе, конечно же, и в нашу прогимназию. В дальнейшем, если у кого-то не получилось, и в случае того, что мест не оказалось, с 1 июля, то есть мы сейчас говорим, есть первый этап, это с 1 февраля по 30 июня. И с 1 июля, подчеркиваю, по 5 сентября можно подать, вне зависимости от закрепленного микрорайона, либо улицы, в любое образовательное учреждение, то есть в любую школу, на территорию Ленинского района. Конечно, есть один момент при наличии свободных мест. Но, подчеркиваю, с учетом того, что у нас план 1300, а подано только всего лишь 663 заявления на сегодняшний момент, и в дальнейшем, я думаю, что это, конечно, места будут. Если ребенок не закреплен за школой определенной, ну, проживает в другом месте, но какие-то, может быть, льготы, он ходил туда заниматься на подготовительные курсы, или там у него старший брат-сестра учится, есть ли какие-то послабления, подразумевает ли электронная система это? К сожалению, я вам говорю свое мнение, я бы тоже сторонник был того, чтобы была определенная преемственность. Тех, кто ходил на подготовительные, таких благ нет. Единственное, есть у нас льготы, они предусмотрены, законы, это непосредственно дети сотрудников органов полиции, значит, военнослужащих, МЧС, противопожарные службы, значит, там определенный перечень есть, эта привилегия есть, существующая, но в части подготовительных, еще раз говорю, этого нет. Но это не говорит о том, что не нужно ходить на подготовительные курсы, это также определенные знания, определенные результаты, я думаю, что в любом случае это дается. Мы потом могут оказаться в свободные же места, да, в первом классе? Ну, опять же, в зависимости, как мы говорим, от какой школы, да, все-таки, наверное, если мы берем гимназию, про гимназию это сложно сказать, потому что там всегда на одном месте было там не менее трех-пяти человек. Это действительность, от этого не нужно сходить, наверное, это история гимназии, в целом она себя оправдывает, в том числе и с точки зрения тех результатов, которые она показывает в области образования. Ну и последний вопрос, скажите, пожалуйста, если возникли у родителей проблемы технические, ну вот, ну, не могут они войти в систему, там, ну, не получается у них или что-то сбивается, куда им обращаться, как себя вести в такой ситуации, и работает ли еще параллельно с электронной системой еще какая-то, дублируют ли специалисты? Ну, во-первых, школы на местах всегда есть данные и на сайтах, и самое главное, мы открыли горячую линию, можно позвонить по телефону 547-15-46, код 498, это отдел общего образования, либо прийти в самоуправление образования, улица Школьная, 64, это восьмой кабинет, о чем я говорил, отдел общего образования, либо обращаться, в том числе, на мою электронную почту, лично я ее смотрю, мы всегда в оперативном режиме, и в соцсетях можно обращаться, значит, Дмитрий Волков, собака, inbox.ru, мы очень оперативно на это реагируем. Ну, еще раз говорю, с момента начала подачи заявлений было, ну, единичное обращение, это говорит о чем? О том, что в целом эта система себя оправдывает. Система работает. Я напомню, телефон 547-15-46, в нашей студии был Дмитрий Волков, начальник управления образования администрации Ленинского района, мы обсуждали нюансы записи детей в первый класс. Продолжение следует... Продолжение следует...